English, motherfucker, do you speak it? Я, собственно говоря, у меня небольшая проблема с CCQs, да, то есть с вопросами для уточнения. По сути, это решить все очень просто. Просто пропиши CCQs к каждому уроку и вопросов не будет. Да, все так, но если бы я не был достаточно ленивым, наверное, я бы это и сделал. Ну, вы знаете, да, я люблю иногда халтурить, что вы мне сделаете? Ну, вот так вот бывает. Ну, и, собственно говоря, я попросил вас, дорогие мои, уважаемые подписчики, рассказать, какие же есть проблемы у вас. Может быть, чем-нибудь помогу, чем смогу, хотя я сам в организации уроков не мастак, но почему бы и не попробовать, так сказать. Ну, поехали. Первое. Проверка домашки, столько времени жирает, а не разбирать как? Есть домашки по типу там составления каких-то своих разборов, проектов, там, я не знаю, писем и так далее и тому подобное. Тогда, возможно, да, действительно, уроки будут тратиться очень много времени на этом. Но, что я открыл для себя, это автоматическая проверка. И даже если вы работаете онлайн, есть сервисы, где домашка проверяется автоматически. И есть еще один прекрасный сервис, где домашка проверяется автоматически. Сегодняшний наш спонсор – школа Ингликс. Мои уважаемые спонсоры. Школа Ингликс, с которой мы сотрудничаем уже довольно давно, на которую я сам делал обзор, про которую я сам рассказывал, вот тут вот есть, между прочим, на это ссылочка. Чем же она мне очень нравится? На самом деле, очень круто, что школа создана настоящими учителями, которые знают толк в преподавании, и поэтому используют на своих уроках настоящий коммуникативный подход. Да-да, тот самый коммуникативный подход, при котором вы начинаете разговаривать с самого первого урока на английском языке. Да, простенько, но на английском. Также это великолепнейшая платформа. Ну, платформа, ну, просто кайф. Вот когда я вам рассказывал про проверку домашних зданий, там огромное количество домашних зданий проверяется автоматически. То есть, вы сделали, и вы сразу видите ответ. Во-первых, это экономит время учителя, он сразу видит анализ, то есть у него в голове сработает анализ того, какие у вас могут быть проблемы. И это экономит время вам, потому что вы тоже сами понимаете, где у вас косяки, вы можете самостоятельно их проработать. Плюс ко всему, там просто шикарнейшие преподаватели. На самом деле, вы в курсе, что отбор преподавателей проходит меньше 1%, то есть 1 из 138 человек. Ингликс действительно уделяет огромное количество внимания именно подбору преподавателей. Ну, и, конечно же, это очень крутые материалы, которые помогут вам качественно развивать все навыки. Так что я действительно рекомендую Ингликс. Ингликс мне очень нравится, и ссылочка к нему, конечно же, будет в описании. Плюс по вот этому вот промокоду вы получаете скидку 40% на первый пакет. Так что я предлагаю вам пройти по ссылочке в описании, попробовать бесплатный урок, пройти его, посмотреть, вам подскажут уровень, вам все подберут, познакомиться с своим преподавателем. В общем, короче, одни плюсы, и все совершенно бесплатно. Так что переходите по ссылочке в описании, и никогда не забывайте, что Ингликс – это английский, в котором вы уверены. Ну, так вот, возвращаясь к домашке, трачу некоторое количество времени до урока, чтобы его проверить, то есть минут 15-20 я трачу, чтобы проверить всю домашку, чтобы разобрать, посмотреть, выделить, какие ошибки. Или, может быть, подготовить какой-то материал для ее проверки, того, чтобы взять первые 10-15 минут урока, если там что-то очень важное, да, и попрактиковать некоторые вещи, и потом на следующий урок отциркулировать. Ну, то есть у меня иногда бывает, что урок проходит динамично. Я подготовил одно, но когда я увидел домашку, увидел, что там что-то не усвоилось, я, собственно говоря, его немножко могу поменять. Но так, автоматическая проверка, в принципе, мне кажется, нормально. Даже если вы работаете в классе, если даже вы работаете в группах, да, в классе, в принципе, можно попросить учеников там зарегаться, и они сделают, я думаю, я надеюсь. Оформление урока на платформе, подбор материала для одного урока, все такое классное, полезное, как сделать законченный урок? А вот это уже вопрос. Тут что нужно делать? Тут нужно опираться только на студента. Что вы считаете студенту будет нужно, что интересно, вот то и нужно убирать. Конечно, одно задание должно выходить из другого, но даже если этого не получается, ну, ничего страшного. Собственно говоря, никто не знает, как там должно быть на самом деле. А единственное, что является четким мерилом того, правильно вы строите уроки или нет, это прогресс вашего студента. И со временем, с помощью проб и ошибок, вы сделаете тот урок и сделаете тот принцип построения урока, который вам нужен. Но при этом я не отрицаю, что нужно, конечно же, читать, смотреть, разбираться, чтобы понимать, как все-таки это лучше сделать. Мне сложно строить уроки для Mixed Ability Group с учетом всех нюансов. Есть проблемы с тайм-менеджментом. Когда планирую по времени одно, а на выходе случается еще куча заданий, которые мы не сделали. Mixed Ability Groups, да, это, конечно, сложновато. Ну, тут что я могу подсказать? Тут, конечно, да, тут нужно подготовить очень много заданий для фаст-финишеров. Да, к сожалению, такие уроки, они всегда проходят тяжеловато, потому что нужно ориентироваться на одних, ориентироваться на других, но при этом можно делать еще и какие-то родливые игры. Не то, о чем вы подумали, извращенцы. Я имею в виду, что, допустим, тот, кто посильнее, он может проверять тех, кто послабее. Ну, в прямом значении проверять, а он может с ними как-то тоже взаимодействовать, чтобы помогать им сделать какие-то задания. Тайм-менеджмент – это действительно проблема. На самом деле, тут тоже нет какого-то четкого ответа, потому что, да, мы все прописываем, вот это задание 10 минут, это задание 15 минут, но бывает, что нужно потратить чуть больше времени, и тогда мы ничего не успеваем. Это, к сожалению, только опыт. Ну и опять же, нужно хорошо знать задания и хорошо понимать своих учеников, чтобы знать, сколько им примерно времени нужно на это делать. Потому что я тоже, иногда у меня такая чусь происходит, я такой, так, ну этот текст, наверное, минут 25 на него потратим, я так думаю. А на самом деле тратим типа 15, я такой, ну ё-моё, и что мы делаем? То я быстро докидываю еще другие задания, которые, собственно говоря, помогут в сегодняшнем уроке. То есть у меня все, у меня к уроку всегда есть дополнительные задания, да, что лучше на самом деле, когда у вас чуть больше материала, чем нужно, потому что, когда его нет, то вы тогда начинаете паниковать, тупить и не понимать, что происходит. И может получиться так, что ученик такой сидит 10 минут, вы такие, ом-пам-пам-пам, и что же делать, ничего не понятно. Поэтому с тайм-менеджментом лучше сделать большее, чем меньшее, что-то не успеть некоторые ненужные задания выкинуть, но при этом урок получится очень динамичным. У меня есть проблема вывести грамматику в речь. Есть всегда и упражнения, автоматизация навыка, игры, эхо-интервью, снежный ком. Каждый раз на тренировку одной темы 4-6 шагов, постепенно усложняясь последним шагом, употребляем в речи ситуации, близко к реальной, которую я сама создаю. Но как только ученики уходят на паузу, я слышу обрывки из разговоров, вся грамматика летит к чертям. Так это абсолютно нормально, это норм. Они никогда, ну никогда не будет такого, что ученики с первого раза что-то усвоят. Мы занимаемся с некоторыми учениками уже год, они до сих пор переверенно simple путают и такие, а почему тут has, а не have, а почему тут brings, а не bring. У них у самих возникают те вопросы, которые они сами распознают. Просто кто-то эту информацию получает быстрее, кто-то медленнее, это нормально, абсолютно, в этом нет никакой проблемы. Просто нужно набраться терпения, потому что задача учителя это быть терпеливым и постоянно гнуть свою линию. Рано или поздно, после огромного количества correction, после огромного количества ретеркуляции, вы придете к тому, вы поймете, что ученики все-таки тему усвоили. Кому-то сложнее дается, кому-то проще, даже если это ошибкой будет, это мелочи, потому что главная задача научить коммуникации. А грамматика, ну да, есть, конечно, экзамены, есть определенные какие-то вещи, но те, кто учит грамматику для экзаменов, там, конечно, более серьезный подход нужен. Там больше автоматизации надо, и там больше времени нужно тратить на грамматику. Все не разницы и контекста синонимов, самое сложное. Ну, тут, на самом деле, опять же, просто опыт, как мне кажется, я не знаю, я особо сильно в этом проблемы не вижу. Иногда я могу перейти на русский и на русском просто сказать какие-то вещи, которые схожи, я здесь не вижу абсолютно ничего, никаких проблем. Например, не вижу проблем в том, чтобы студенту попробовать сначала объяснить на английском, но если не получается, что объяснить на русском притяжательное местоимение и местоимение собственное, да, по-моему, он называется. His, him, her, her, you, your, вот это вот. Мне кажется, абсолютно нет никакой проблемы, чтобы дать ему возможность это объяснить на русском. Для меня проблема в проведении урока нехватка времени. Например, за час нужно пройти разворот учебника Solutions, а мы полчаса только ДЗ проверяем и ошибки разбираем. Я понимаю, но видите, с ДЗ нужно как-то работать до этого, либо готовиться до этого, высылать что-то, высылать что-то в лички какие-то, чтобы не тратить на это время, либо давать что-то письменное, давать это и проверять. Тем не менее, да, это время, я понимаю, но полчаса проверять домашку на уроке, это на самом деле не очень, на мой взгляд. Опять же, есть абсолютно разные случаи, когда это необходимо, да, когда что-то очень сложно, и вы добавляете другие задания, да, к домашке, и получается, что домашка как бы увеличивается. Но плюс, помимо всего этого, я считаю, что еще нужно иногда некоторые уроки брать тупо под рециркуляцию. Вот вы видите, что домашка какая-то не выкупается, да, что-то не получается. Возьмите, просто у вас должны быть заготовлены уроки, которые вы тратите тупо на рециркуляцию этой лексики, грамматики, ну или там каких-то других навыков, которые вы хотели им дать. Просто, как мне кажется, лучше немножко процесс обучения затянуть, выйти из программы часов, но при этом, при всем, они эту тему усвоят и будут в ней более уверены. Мне кажется, это более правильно, чем полчаса бежать по Солюш, сюда-сюда, пятое-десятое, ничего не успевать и при этом, как бы, голопом по Европам. Мне кажется, это, ну, немножко, мне кажется, это немножко нелогично. Мне кажется, нужно делать все размеренно, выходя из потребностей учеников. Им нужно повторение, нужно потратить больше времени на домашку, тратить. Есть ученица-подросток, и мы занимаемся уже четвертый год. В школе постоянно ездят на олимпиады, а сложно в том, что я иногда планирую крутое задание, прям для нее интересные темы. И она, как назло, начинает жестко тупить, путает present simple и past simple. И приходится в голове держать запасной план, занятый для туповатых моментов. Либо забудет форму неправильных глаголов, причем простых. И вроде у всех такое бывает, да еще и возраст, но по уровню, по знаниям она прям хорошо знает. Но эти моменты так отказывают назад, и в итоге у меня два учебника. Один под ее уровень, один на уровень меньше. По ее уровню я прям хорошо готовлюсь, а вот поменьше, как минимум, приходится просматривать задание. Так в этом ничего такого нет. На самом деле, да, действительно, в этом есть сложность, но это наша задача. Потому что такие вот мелкие ошибки, они могут быть даже просто оговорками, а не ошибками, да. Они могут быть просто slip of the tongue, где ученики просто затупили, забыла форму глагола, но потом вспомнит. Аккуратненько повправляем после этого, может даже не обязательно это потом прорабатывать. Может где-то это выписать, а потом на разминке в каком-то другом уроке вкинуть. Ну и, собственно говоря, проверить, насколько это запомнилось. И вот, кстати, совет от Гульмиры, мне очень нравится, я его прочту, потому что Гульмир и мой ментор. Кстати, ТТТ не всегда зло. Есть ситуации, когда оно довольно justifiable. По поводу разности и развития навыков, это вполне нормальное явление. В этом случае нужно определиться с целями и задачами студента. Если ему нормально разговаривать на уровне сикоси-накоси, то можно и забить на грамматику и надеяться, что со временем грамотность речи разорвется сама по себе. Не стремитесь к совершенству урока, больше думайте о полезности и с чем уйдет с урока студент. И да, урок может пойти не по плану, зато ай-гай момент вполне может быть. В общем, я с Гульмиром полностью согласен, нет ничего страшного в том, что вы будете не идеальными и то, что у вас не будет идеального урока, ведь самое главное, как я уже сказал, это результаты ваших студентов. Если вы поняли их цели, поняли их задачи и вы с ними сработались, вот оно, пожалуйста, ваш идеальный урок, так скажем. Но при этом, опять же, напоминаю, что нужно учиться, смотреть, но не всегда максимально спранированный урок, когда вы там все успели по тайм-менеджменту, будет действительно полезен. Иногда просто путаются задачи. Так что спасибо вам огромное за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский слишком easy. Пока. Продолжение следует...